В студии Татьяна Голубева здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите выпуски. Вслед за Фетисовым. Сегодня гость Барнаула трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Все ли готово? В целом приемка проходит в штатном режиме. Возникают какие-то нюансы, они тут же разрешаются. Сколько загородных лагерей края уже ждут отдыхающих? Возможность есть у каждого. Хочу получить грантовую поддержку, найти новых интересных друзей, знакомых. Сегодня второй день работы форума АТР. Жители 20 домов в кварталах Лазурный и Лазурный-2 остаются без горячей воды и дело не в проведении гидравлических испытаний. Накануне утром здесь произошел порыв теплосети. Пресс-служба городской администрации сообщает, что место повреждения уже установили, воду откачали. Аварийные службы ведут сварочные работы. Власти обещают, что горячая вода вернет в дома уже сегодня вечером. Продолжим. Вслед за знаменитыми спортсменами-депутатами во главе с Вячеславом Фетисовым на Алтай приехала не менее популярная Ирина Роднина. Прямо сейчас известная фигуристка раздает многочисленные автографы поклонникам в парке спорта Алексея Смертина. До этого трехкратная олимпийская чемпионка успела побывать на различных площадках. Насыщенная программа визита Родниной началась с посещения администрации края, где было подписано соглашение между правительством региона и Организацией Всероссийской Федерации Школьного Спорта. Затем Ирина Константиновна побывала в стенах 42-й Барнаульской школы, а после поучаствовала в церемонии награждения победителей турнира по футболу. Напомню, что прямо в эти минуты Роднина общается с поклонниками и прессой в парке спорта. Стали известны результаты первых госэкзаменов, которые выпускники сдавали 25 мая. Впервые за три года школьник из Барнаула получил 100 баллов на ЕГЭ по географии. Географию в Алтайском крае выбрали более 400 человек, литературу свыше 800. Высший балл по литературе получили два выпускника. Минимальный порог в этом году остался такой же по обеим дисциплинам – 37 и 32 балла. Пересдать географию и литературу можно 17 июня, либо в единый день пересдач – 1 июля. Завтра уже должны быть известны результаты экзамена по профильной математике. Ну а те, кому ЕГЭ предстоит сдавать еще не скоро, вышли на каникулы. Отдыхающих в этом году готовы принять 60 детских оздоровительных лагерей края. Во многих сезон стартовал уже накануне. С проверкой в Первомайском районе побывала комиссия во главе с министром образования региона. 7 июня мы заехали. 120 человек. 120 человек. Большая смена. И будем выезжать 15 июня. Детский лагерь «Гренада» – место сбора будущих айтишников, физиков и математиков. Несмотря на юный возраст, десятиклассник Всеволод уже несколько лет занимается внедрением IT-технологий в работу трансформаторных подстанций. И санаторий «Гренада» для него стал уже родным. Третий год подряд он приезжает сюда отдыхать и работать над своим проектом. Да, конечно, изменения есть. Организация повысилась. Новые конкурсы, новые мероприятия, новые преподаватели, что очень важно. Каждую смену практически появляется новый преподаватель и появляется свежий взгляд на работу. Помимо обновленного преподавательского состава на базе «Гренады» уделили особое внимание и досуговым мероприятиям. Ну, так как у нас год интересный в этом году, посвящен столетию Калашникова и 90-летию Шукшинава, ребята этим занимаются, смотрят фильмы. И, конечно, у них время провождения очень интересное. Буквально сегодня они мне рассказывали, что смотрели фильм, они сражались за родину, где снимался Шукшин. Для меня это удивление, что дети некоторые не видели. Чтобы сделать летний отдых максимально доступным и безопасным, в этом году было выделено почти 800 миллионов рублей. Из них 570 из краевого и муниципального бюджетов. Накануне комиссия проверила готовность к сезону не только лагеря «Гренада», но и «Березка». Оба расположены в Первомайском районе. В целом приемка проходит в штатном режиме. Возникают какие-то нюансы, они тут же разрешаются. И мы сегодня можем гарантировать стопроцентную безопасность с точки зрения всех требований, которые предъявляются к оздоровительным лагерям в Алтайском крае. Сто процентную безопасность для детей, которые приедут в лагеря Алтая. Кстати, большая часть загородных мест отдыха начнет свою работу до конца этой недели, до 15 июня. Всего летом в лагерях, в том числе и дневных, отдохнут около 60 тысяч школьников. Дорида Миллер, Антон Васильев, Алексей Фризин. День с толком. Эта тема будет актуальна для всех. Проценты ниже. Сразу несколько крупных финансовых организаций страны заявили о снижении ставок по ипотеке. Одним из первых об этом объявил глава Сбербанка Герман Греф. О таких действительно масштабных планах говорилось давно. Но теперь это уже реальность. Насколько жителям края стало проще и выгоднее приобрести жилье, узнаете далее. Это вот карта Барнаула с действующими объектами недвижимости, которые продаются. Вот так, буквально одним нажатием сенсорного экрана, Максим Бауков показывает журналистам, как не прогадать с выбором квартиры. Онлайн программа называется «Дом Клик». Здесь можно пройти все стадии оформления кредита, а в банк прийти лишь за подписью в документах. Тем более, как говорят эксперты, сейчас. Снизились ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,6% пункта. Теперь ипотечные ставки стартуют от 9,6%. Для жителей Алтайского края, города Барнаула, других городов это позитивная новость, безусловно. Так, с 11,4% до 10,8% снизится ставка на покупку готового жилья. Минимальная ставка с учетом дисконтов, это для участников акции «Молодая семья» и «Зарплатных проектов», теперь составляет 9,6% годовых. Ну а для строящегося жилья базовая ставка упадет на 0,3% и будет равна 10,6%. Специалисты уверены, доступные ставки по ипотеке привлекут на рынок тех клиентов, которые ранее откладывали покупку. Будет важно показать на примере, просчитать. Если вы на своих источниках это сделаете, так как сейчас Максим Юрьевич сделал, да, просчитал. Просто просчитаете, инвестиционно привлекается. В связи с того, что у нас в связи с проектным финансированием, с ГРУ считаем, мы до достигнутых процентов, просто у нас все-таки будет. Вслед за крупнейшим банком страны обещают пересмотреть тарифную политику еще несколько финансовых организаций. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. Сегодня второй день работы форума «Алтай. Территория развития». И сегодня создатель легендарного детского журнала «Яролаж» приехал на Алтай. Он встретится с участниками форума. Кинорежиссер проведет мастер-класс в рамках арт-мастерской «Кинокампус». Это одно из направлений форума. Также сегодня АТРовцев ждут лекции от федеральных экспертов. Творческие дискуссии. Параллельно участники будут презентовать свои проекты в области культуры, сельского хозяйства, предпринимательства, образования и не только. У каждого из них есть возможность выиграть грант до 3 миллионов рублей. Проект у меня направлен на привлечение волонтеров в Рубцовский район. В Рубцовском районе на прошлый год не было ни одного студенческого отряда. Хочу получить грантовую поддержку, найти новых интересных друзей, знакомых, может быть, экспертов для своего проекта. Кстати, форум «Алтай. Территория развития» может получить федеральный статус. Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске. Через пару минут о погоде, а пока немного полезной информации. Лето – время крупных покупок. С этим мнением согласно четверть россиян, опрошенных в ЦИОМ. Одновременно растет и индекс кредитного доверия. Он достиг своего трехлетнего максимума. Когда клиенту требуется крупная сумма, его может выручить кредит под залог. Максимальная сумма по нему – 30 миллионов рублей. Поставка начинается от 9,9% годовых. Залогом может выступать недвижимость или автомобиль в собственности заемщика. При этом не придется расставаться с родными стенами ради новой машины или дачного домика. Залог остается в собственности клиента на весь срок пользования кредитом. Регистрация залога в Росреестре проходит дистанционно и занимает всего несколько дней. Если вашим планам не хватает финансовой поддержки, то обратиться за ней можно в офис Банка Восточный. И ресурс для этого есть почти у каждого. Это ваша собственная квартира. Сразу после нашего выпуска прогноз погоды. Спонсор прогноза компании Валара. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...